Здравствуйте! В прямом эфире программы сегодня журналист Антон Хатиновский. И мой сегодняшний гость, представитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Ахметов Самат Махабатович. Исполняющий обязанности руководителя отдела санэпиднадзора за медицинскими организациями и внутрибольничными инфекциями. Добрый вечер! Здравствуйте! Я напомню, телефон прямого эфира, код города Талдыкурган 872 82 40 01 09. И вникнув в суть нашего сегодняшнего разговора, наши телезрители могут позвонить нам в студию и задать свой вопрос в прямом эфире. Ну, понятно, что сегодня мы будем говорить о самом злободневном, то есть о пандемии и все, что с этим связано. Тем более, что все буквально вот эта ситуация с пандемией, это главная новость всего этого, скажем, 2020 года, которая вот напасть, которая буквально свалилась на плечи всего человечества и с которой как-то приходится бороться. Какова на сегодняшний день в целом эпидемиологическая обстановка в Алматинской области и какие вообще эпидзаболевания характерны для нашего края, помимо вот той заразы, которая сейчас распространилась? Ну, в настоящий момент, говоря конкретно о коронавирусной инфекции, в настоящий момент, вот по нарастанию с начала года зарегистрировано 5194 случаи, лабораторных случаев подтвержденных КВИ, из них вот в октябре месяце было зарегистрировано 187 случаев и в предыдущем месяце, в сентябре 74 случаи. В целом, если говорить о коронавирусной инфекции, можно оценить как благополучная в настоящее время обстановка, но с тенденцией ухудшения. Вот если в октябре было 187, в сентябре 74, все-таки увеличивается количество. Ну, сейчас, в настоящее время, как сезонное обострение острых респираторных инфекций, гриппа, ОРВИ, поэтому, в общем, как бы такая ситуация. А какие еще эпидзаболевания характерны, помимо вот этих ОРВИ, вот сезонных? Ну, сезонных, кроме ОРВИ, также эндемичные различные заболевания там. Ну, в принципе, в общем и целом, сейчас как бы нам основной упор, как бы мы на сезон, сейчас ОРВИ делаем. Даже вот совместная мониторинговая группа выезжали, проверяли сезон готовности медицинской организации. Мы вот с 28 сентября по 14 октября проводили готовность медицинской организации именно к сезону ОРВИ. Вот сейчас повторно даже мы проводим, сейчас ездим группой. То есть готовитесь? Да, очень серьезно. Вот мы второй раз вот выехала группа, сегодня итоги подводим, поэтому мы уже как бы... Ну, в целом, как картина? Наше учреждение готово к тому, чтобы принять? В целом, в целом, да, действительно. Но есть, конечно, определенные какие-то недочеты, некоторые моменты. Но в целом картина благоприятная. Скажите, пожалуйста, вот чему научила пандемия работников СЭС и какие проблемы она выявила в целом в этой отрасли санитарно-эпидемиологической? Ну, в целом, чему научила, если говорить? Ну, в общем, именно с борьбой с коронавирусной инфекцией никто как бы не знал, сколько дней инкубационный период, какие передачи, как именно действовать в очагах. Но наши специалисты круглосуточно отрабатывают каждый случай заболевания, проводится эпидемиологическое расследование. Это все нарабатывается, это все опыт для новых специалистов, для тех, кто уже работал. Это все как бы опыт, он очень важен в этой сфере. Ну, проблемные вопросы какие? Ну, в общем, наверное, проблемный вопрос, как в нашей службе, наверное, как и в медицинских организациях. Все это, наверное, медицинское оборудование, как мы в начале, когда только пик у нас пошел, когда ИВЛ-аппаратов не хватало, когда изделий медицинского назначения не хватало, лекарственных средств. В общем, такие же проблемы остаются, но как бы эта проблема решается на уровне республики, на уровне... На правительственном уровне. Да, да. Ну, так же вот, да. То есть мы, по сути говоря, человечество, наверное, в целом было не готово встретиться с такой инфекцией. Ну, действительно, никто как бы не ожидал, никто не был готов к этому. Ну, понятно, что с детства нас всех учили мыть руки, лицо, там непременно вести за собой какие-то, принимать гигиену, чтобы обезопасить себя от опасных инфекций. Но насколько вот сейчас наши граждане, несмотря на то, что мы все время об этом с детства говорим, и субъекты предпринимательства соблюдают рекомендованные вами санитарные нормы и правила? На сегодняшний день у нас существует 286 мониторинговых групп, которые осуществляют как раз по постановлениям, которые мы выносим, по постановлениям республики, по алгоритмам работы на объектах. Вот на сегодняшний момент всего возобновили свою работу 25 тысяч объектов, и из них проведено 5934 количество рейдов. Из них вот в 11% случаев мы выявляли нарушения и привлекали к ответственности за нарушение именно социальной дистанции, масочного режима, количество антисептиков. Ну вот по таким вопросам, в общем, если говорить. Вот как работают сотрудники СЭС в период пандемии, тем более работа, наверное, я так думаю, в самых очагах заражения, куда вот вы, как говорите, приходится учиться сотрудникам, врачам, медикам, то есть с чем имеют дело, как бы ознакомиться с этой инфекцией, и бывать именно в тех лечебных учреждениях, где находятся на карантине люди, которые болеют, где-то еще какие-то инфекции. Вот как работают сотрудники? Наши сотрудники работают круглосуточно, если честно. Каждый случай с заболеванием рассматриваем, с каждым больным, несмотря вот на высокую контагиозность этого вируса, наши сотрудники обеспечены все средства медленной защиты, выходят, проверяют, проводят эпидемиологическое расследование, выявляют источников, контактных лиц, выявляют круг в процессе эпидрасследования, эпидокружения, в общем, да. Получается эдакая следственная работа практически. Ну да, да, это такое связано с этим. Ну, нагрузка высокая, но как при этом все равно мы стараемся, это все на благо нашего населения. Говоря о тех случаях, которые, вот, заболеваемости, которые были выявлены в Алматинской области с начала пандемии, откуда вообще пришла эта инфекция к нам в Алматинскую область? Ведь достаточно, если смотреть, вспомнить, вернуться несколько назад, к началу года, край ЖТСУ действительно как-то на фоне всех других областей и регионов Казахстана держался, в общем-то, достаточно уверенно, и граждане у нас здесь были достаточно спокойны. И потом, вот, буквально вал вот этих заболеваний и последующие за этим меры карантина. Откуда она пришла? Ну, все случаи, которые были зарегистрированы еще в начале года, когда в апреле, в мае, в июле, ну, в июле уже внутреннее заражение уже пошло. Ну, у нас, мы граничим с Китайской Народной Республикой. Наша область, также соседние регионы, также вот Восточно-Казахстанская область, которая граничит с Китаем, город Алмата, который рядом находится, тесно связанный, город Алмата тесно связан в нашей области. Есть работники, которые работают, да, вот, там, в Толгарском районе, в Вилийском, там, в Карасайском, которые ездят работать туда. Поэтому риск был, как бы, и, ну, точно не могу, конечно, сказать, откуда, да, допустим, почему причина. Но это не внутренний очаг. Ну, это был изначально, это, конечно, все завозные случаи были, все. А дальше уже, как бы, в процессе уже были и внутренние, и, в общем... Как от человека к человеку. Да, от человека к человеку. Это очень высококонтагиозное заболевание. Я напомню, телефоны прямого эфира нашей студии программы сегодня. Код города Толдыкургана 872-82-40-0109. Звоните и задавайте свои вопросы. Ну, а мы продолжим с вами разговор. Понятно, что во время вот этой болезни вводятся различные ограничения. То есть мы с ними столкнулись, наверное, пожалуй, впервые с таким вот объемом различных-различных ограничений. Начиная от установки вот этих постов, различных локдаунов и так далее. Вот какие ограничительные меры сейчас введены. И буквально сегодня вышло очередное постановление главного санитарного врача Алматинской области. Что в нем говорится, основные тезисы и как сейчас мы будем защищаться? Ну, действительно, сегодня было утверждено и постановление главного санитарного врача Алматинской области номер 31. Ну, если основные моменты затронуть, то в этом постановлении мы указали установить санитарный пост на границе с Восточно-Казахстанской области. Судя по эпидситуации РК, судя по эпидситуации Восточно-Казахстанской области, на контроль будет проводиться запрет на выезд или въезд мы не устанавливали, как и запрет на перемещение внутри области. Там будет проводиться только термометрия, опрос, осмотр медиками. И полиция и медики будут на санитарных постах только вот на границе с Восточно-Казахстанской областью. Ну, в целом, также мы в этом постановлении указали о объектах общественного питания. В 30-м постановлении мы ограничивали до 30 посадочных мест. В настоящем постановлении мы увеличили до 50, но при этом мы ограничили работу в выходные и праздничные дни, запретили работу в объектах общественного питания. Ну, в общем и целом, таких особых изменений или локдауна, или закрытия мы не устанавливали. Ну, в общем, также рынки, базары будут работать до 5 часов. Торгово-развлекательные центры, ну, за исключением детских игровых площадок, фудкортов, они будут, и торговые дома в том числе, они будут работать также до 9 часов. Объекты общественного питания будут работать с 9 до 0 часов. А спортивные сооружения? Много граждан, которые задают вопрос, зачем вот спортзалы ограничивают, еще что-то, потому что, ну, как бы физически активно, все-таки она как-то поддерживает иммунитет, это ни для кого не секрет, вместе с соблюдением санитарных норм, естественно. Как будут ли работать у нас спортивные залы, смогут ли люди заниматься спортом, вести здоровый образ жизни? Да, в этом, в 31-м постановлении, как и в 30-м, мы не ограничивали работу спортивных. Вот фитнес, там, тренажерных залов, спортивных. Бассейны, единственное, что бассейны, они будут закрыты. Потому что, как бы, в период сезона обострения, все-таки, было принято решение, межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, принято решение, вот, закрыть бассейн, они не будут работать. Но фитнес, тренажерный, спортивные объекты, индивидуальные тренировки до 30-ти человек, кажется, да, или до 5-ти, они будут работать. Ясно. Ну, скорее всего, это связано с тем, что в бассейнах все-таки повышенная влажность, и, видимо, инфекция в этой среде больше живет, наверное. Да, ну, в общем, ну, вот, что касается бассейнов, мы вот сделали уточнение касательно бассейнов. Это вот, там, мы разрешили именно учебно-тренировочные занятия проводить. До этого мы писали, чтобы, в общем, все бассейны закрыты, а сейчас именно мы сделали, чтобы, ну, тренировки проводились там, в общем. Ну, да, те, кто занимается профессиональным спортом, кому еще завоевывать, дай бог, медали для нашей страны на международных соревнованиях. Ну, вообще, какова в целом картина заболеваемости ковид и легочной пневмонии, которая последовала буквально след за этой инфекцией? Сначала появился ковид, и следом буквально вот такая вот легочная пневмония, которая вызвана именно вот этим заболеванием. Какова картина сейчас? Ну, повторюсь, что касается коронавирусной инфекции, подтвержденной, у нас зарегистрировано 5194 лабораторно подтвержденных, из них с симптомами 1743. За последние сутки было зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции, прирост наблюдается в 0,1%. На сегодняшний день снято с домашней изоляции 7 человек, с 1 августа зарегистрировано 989 случаев пневмонии, коронавирусно неидентифицированной пневмонии, ну, то есть отрицательных, КВИ отрицательных. Неизвестная этимология заболеваемости, да? Этиология, да. За при регистрации неидентифицированной пневмонии, в принципе, мероприятия, также мы проводим, как и при положительном результате лабораторных исследований, все те же расследования, вся та же изоляция, карантин, поиск контактных лиц, в общем. То есть протокол лечения одинаковый? Ну, да, методика расследования одинаковая. Методика, я имею в виду. Да, да. Хорошо. Понятно, что дай бог бы нам удержать вот это вот все на уровне, чтобы не перерастала болезнь, конечно. Хотелось бы, чтобы не возникало никаких у нас ограничительных дополнительных мер, но в случае вот увеличения количества заболевших, какие ограничительные меры будут вводиться? Ну, говоря в общем, в принципе, все будет зависеть, наверное, от профессионального возрастного состава групп лиц в самый пик, где больше всего зараженных будет. Если это, допустим, коллективные заражения будут, то мы будем, наверное, принимать меры больше для ограничения коллективов. Ну, вот, допустим, сейчас же установлено ограничение на то, чтобы в офисах, в государственных предприятиях, организациях на дистанционную форму переводить. 50 было, сейчас 60% сотрудников, чтобы были переведены. Ну, все зависит, как бы, места массового скопления людей. Мы, конечно, будем пытаться все-таки ограничить их работу, там, работу торговых домов, работу базаров, потому что все-таки массово люди там скапливаются. Поэтому мы будем стараться, ну, при этом учитывая, как бы, все-таки и предпринимателей, как бы... Интересы всех сторон. Интересы всех сторон мы пытаемся в каждом постановлении учитывать. Но в первую очередь, конечно, во главу мы ставим жизнь и здоровье нашего населения, поэтому... Сегодня люди буквально, как бы, ну, сказать, как на ромашке гадают, будет ли жесткий карантин, который мы пережили весной. И хотелось бы у вас спросить, вообще такие вот меры предвидятся? У нас как-то готовы к тому, чтобы раз, вот сегодня мы поставили пост с Восточно-Казахстанской областью, а завтра раз, проснулись, и у нас они выросли, как грибы по всей Алматинской области. Возможно ли такое? Ну, если на сегодня смотреть, у нас все-таки благополучно. Даже по сравнению, везде можно посмотреть, по сравнению с другими регионами Казахстана, все-таки мы, как бы, в зеленой зоне, в такой, так называемой, сейчас мы такую градацию такую условную делаем, но все может измениться, все может быть в случае изменения каких-то ситуаций, конечно, будет вводиться. Все это, как бы, все направлено, да. И уже готовы наверняка. Ну, как бы, все равно надо готовиться ко всему. Скажите, пожалуйста, заработали ли на сегодняшний день в полной мере все законы, которые касаются соблюдения санитарных норм, и сколько физических и юридических лиц было привлечено к ответственности за их нарушения? Ведь законы такие существовали всегда, но, к сожалению, наверное, наши граждане были мало об этом информированы, и сейчас эти законы начинают работать или нет? В области санитарии. Да, вот повторюсь, вот мониторинга, 286 этих мониторингов групп, которые сейчас проводят на объектах рейдовые проверки. Ну, вот сейчас физических лиц, объектов мы 560 протоколов составили, на сумму около 10 миллионов, на физических лиц, вот за нарушение масочного режима, за нарушение социального дистанцирования, было 180 физических лиц привлечено, на сумму 7 миллионов 708 тысяч тенге. Ну, в общем, если говорить о административных правонарушениях, ну, это вот масочный режим больше, и проведение мероприятий, семейных мероприятий, там, различных торжеств, за такие мероприятия в основном физические лица, ну, как и юридические, так же вот основной. Вот, как бы люди немного все равно вот расслабились, что ли, если вот так простым языком говорить. Ну, немножко все-таки необходимо, тем более в сезон гриппа, в сезон ОРВИ, потерпеть опять, постоянно просим потерпеть, но все-таки нужно соблюдать все нормы, предписываемые санитарными врачами для сохранения. А на ваш взгляд, насколько сегодня наши граждане вообще вот законопослушны и соблюдают вот эти все вот санитарные требования и правила? Ну, на ваш взгляд, мы же видим каждый день, передвигаясь по улицам города, идя, там, не знаю, проезжая в автобусе, просто смотря из окна, насколько граждане все-таки у нас дисциплинированы в области соблюдения санитарных правил. Ну, если судить по штрафам, то небольшое количество, да, 180 на Алматинскую область. Ну, что это, да? Но при этом все равно вот люди немножко, говорю, опять повторю, расслабились и все-таки не соблюдают некоторые меры. Ну, все-таки все эти рейдовые проверки, все эти, они не направлены, чтобы человека оштрафовать, да. Это все направлено на профилактику, чтобы люди поняли, что действительно нужно. Кто-то, кто-то понимает, кто-то сам для себя будет маску одевать, а кто-то штраф получит и завтра оденет маску, сегодня не одевает. Поэтому пытаемся, пытаемся и разными методами воздействия. Ну, конечно, хотелось бы, хотелось бы, чтобы все люди, как бы, такую гражданскую позицию свою показали и, в общем, куб. Скажите, пожалуйста, вот работают ли телефоны доверия? Понятно, что есть граждане, которые законопослушные, которые незаконопослушные. И вот, допустим, как в полиции, да, вот человек увидел что-то плохое, он набрал телефон 102, сообщил, здравствуйте, вот тут увидел вот такое правонарушение. У вас существует такой телефон, по которому вот гражданин, я законопослушный гражданин, увидел, что, ну, скажем, собрались люди без маски, там еще где-то переполненное помещение. И я, естественно, что переживая за свое здоровье, должен об этом куда-то кому-то сообщить, наверное. Насколько активны у нас граждане, есть ли такие номера телефонов? Да, конечно, у нас есть департамент, вы можете обратиться всегда по номеру 60 11 94, код города Талдыкургана 8 72 82, всегда можно сообщить, у нас действуют действительно вот выездные, также можем рейдовые проверки провести в департамент, также наши территориальные подразделения, мы всегда можем подключить, в каждом районе у нас есть территориальные подразделения. Это 60 11 94, 60 11 70, 60 11 94, вы можете всегда позвонить, и мы вам с радостью поможем и будем рады сообщениям. При этом вы, наверное, будете гарантировать какую-то анонимность, потому что все-таки... Действительно, нет, конечно, это... Если нам предоставят, ну мы же не этот... не орган внутренних дел, мы же не... в общем... Ну, к сожалению, время нашего прямого эфира подходит к своему завершению. У вас хотелось бы... от вас хотелось бы услышать, как от специалиста в области санитарно-эпидемиологического надзора, какие меры все-таки принимать и ваши советы нашим гражданам? Что сделать для того, чтобы не стать жертвой того или иного заболевания? Ну, в первую очередь, вот, я хочу сказать, что... Повториться, наверное, как и везде вам говорят об этом, соблюдать масочный режим, везде носить маску, соблюдать социальное дистанцирование, уменьшить... хотя бы уменьшить прямой контакт с близкими, с родственниками. Все-таки это здоровье лично ваше, лично вашей семьи и здоровье, в общем, нашего общества. Поменьше вот сейчас вот штрафы ходим, рейдовые проверки проводятся, торжественные мероприятия. Если вас зовут на торжественные мероприятия, все-таки необходимо как-то корректно, может быть, отказаться. Все-таки это же ваше здоровье. Никто не знает, кто на этом торжественном мероприятии может присутствовать. Поэтому я хотел бы обратиться к жителям нашей области и сказать, чтобы соблюдали все меры предосторожности, предписываемые нами нашими постановлениями, главного санитарного врача области. И терпения, здоровья крепкого. Спасибо вам, Самар Махабатович, за интересную беседу. Я думаю, что здесь прозвучало сейчас в прямом эфире программы сегодня много полезного и много нужной информации. В свою очередь я бы хотел от своего лица пожелать жителям Алматинской области действительно терпения, здоровья. Ну и, наверное, как и вы все, я тоже надеюсь на то, что у нас не будет таких жестких карантинных ограничительных мер. Но, опять же, при условии, если все мы будем неукоснительно соблюдать правила, те, которые нам рекомендуют санитарные эпидемиологические органы. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова